Громче, громче аплодисменты! А в это время все, все, кто стоит, занимают места, кроме участников, потому что это первая очередь, и мнение Вадимовна, уважение к тем, кто нас ценит, тем более, знает спиной, это не очень. Итак, привет, орбита! Привет! Привет! Ну что ж, сегодня мы собрались на развлекательно-познавательную игру, которая называется «Угадай-ка». И участвуют сегодня мои любимые, самые любимые старшие отряды! Если средние и младшие могут обидеться, я объясню, почему старшие отряды, это интересно и смотримельно. Да потому что старшие креативные. Да! Потому что старшие слова охотливые, потому что старшие, непосредственные, непринужденные, активные, веселые. Непредсказуемые! А это вот сегодня игра должна быть действительно интересной и захватывающей. Итак, я на сцену приглашаю представителей третьего отряда. Подборные аплодисменты! Лагерь аплодирует и смотрит на этих участников. Итак, музыка у нас не включилась. Да и ладно. Подходим сюда. Илья, бери микрофон. Один пока микрофон. А мы будем знакомиться. Итак, третий отряд. Они скромничают, потому что из старших они все-таки самые младшие. Кто будет разговаривать, Барбара, выйдет из зала. Я даже сама себя не слышу. Да. Итак, знакомимся. Это очаровательная Настя. Настя. А ничего говорить не надо. Скажи, пожалуйста, в какой класс переходишь и как учишься. И все, больше нам ничего от тебя не нужно. Я удальница. Прихожусь в мой класс. В школе. И наступает. Аплодисменты. Следующее. Вы не поверите снова. Настя. Настя, пожалуйста. Я, видимо, ошиблась, когда сказала, что старшие слова охотливые и непринужденно активные. Итак, Настя. Аплодисменты. В седьмой класс. Отличница. Ты мне сейчас по секрету сказала? Говори в микрофон. Громко говори. Перехожу в седьмой класс. Отличница. В девяносто первой. Отличница из девяносто первой. Я, видимо, сегодня тоже буду переводчиком, как у малышей. Илюха, не подкачай. Это Илья. Илья, третий отряд. Ну, я перехожу в седьмой класс. Каким-то чудом я отличник. Учусь в 102-й лицене. И знакомимся. Егор. Я ударник. Прихожу в восьмой класс. Учусь в 102-й школе. Две девяносто первые и две 102-е. Тогда делаем так. Девяносто первая туда. Сто вторая туда. Иди сюда. Настинка, слушай внимательно. Девяносто первая сюда. Сто вторая сюда. Вот сюда. Смотрите, все по-честному. Девяносто один, 102-й. Девяносто один, 102-й. Девочка-мальчик, девочка-мальчик. Согласны? Да. Аплодисменты мне. Итак, где два отличника? Так, здесь два отличника, а там два ударника. Так, Настя и Настя меняемся местами. Теперь честно? Аплодисменты. Спасибо Максиму Машенкову за внимательность. Итак, мы приглашаем на сцену представителей второго отряда. Аплодируем, аплодируем. Смотрим и аплодируем. Итак, знакомимся. Это отличник Антон. Аплодисменты. Отличник. Давай. Чего? Я ошиблась дважды. Плохо учу. Как учишься? Плохо. Плохо учится? Нет, да. Ну хотя бы класс школы, знаешь. Да, 95-й, 7-й. Седьмой класс, 95-й. Учится плохо, зато очень честные аплодисменты Антуана. А это Александр. Аплодисменты Александру. Я твердый троечник, перехожу в 10-й класс, в 95-й школе. Так, твердый 95-й, фиксируйте. Дарья. Я отличница, перехожу в 8-й класс, в 91-й школе. И Катерина. Я отличница, перехожу в 8-й класс, в 91-й школе. Ну, естественно, 91-91. 95-й, вас еще никто не отправлял никуда. 95-й домой. А 95-й домой. Это была шутка от Максима Машенкова. Плодисменты Максимова. Итак, Антон, ну давай, ты здесь ближе, Саша, тогда тебе туда. Ну и, конечно же, представители первого отряда. Мы ждем на сцене. Так, вот здесь сейчас будет не разберика. У нас три молодых человека и одна прекрасная девушка. Кто еще? Скажите, пожалуйста, вожатый первого отряда, кто сегодня был на планерке? Катя, Диде, я тоже вижу на сцене пятерых? Да! Смотрите, они спорят, кто уйдет со сцены. Давайте аплодисментами кого-то проводим. Вот на кого аплодисменты будут тише, тот и уйдет. Ну, какой добрый парень! Это был Сергей, аплодисменты Сергея. Ну, а теперь все восстановилось. Ну, тут, по-моему, почти вся 91-я и кто-то из 102-й затесался. Правильно я поняла? Нет, 101-я? 101-я. Ну, хорошо, знакомимся. Это молодой человек с обалденным именем. Его зовут Вальтер. Я учусь в 91-й школе, перехожу в 10-й класс. Я ударник. Аплодисменты. А, нет, да? Тут совсем по-другому. Давай, от синяя. 95-я школа, в 9-й класс. Ударник. Я назвала ее. Это у нас Яна. Учусь в 91-й школе, перехожу в 10-й класс. Отличница. Учусь в 91-й школе, перехожу в 9-й класс. Ударник. Троечник. Из зала просучала правда. Ты троечник? Я не ударник. Он ударник. Я дневник вам привезу. Привези дневник. Мама наденет троечник? Да. Вот это говорила сестра. Она не обманывает. Ты не общаешься с сестрой? Значит, ты двоечник. Итак, давайте тогда определимся. Но то, что 91-я, это однозначно расходится. Яна. Вальтер. Отличница идет сюда. Ну, а кошка Соня по остаточному принципу. Итак, чуть-чуть поближе, чуть-чуть поближе. Не стесняйтесь. Вам самое главное вот к экрану подойти, чтобы его было видно. И чтобы зал вас видел. Настенька, встаньте по диагонали, чтобы тебя видел зал. Да. Ты сделай два шага вперед. Диагональ. Диагональ. Они все отличники. Все прекрасно. Итак, посмотрите. Пока мы еще не знаем, кто из них отличник, кто из них троечник настоящий, а кто из них не общается с сестрой. Но мы точно скоро узнаем, кто из них победит. Поэтому первое задание – придумать название своей суперкоманде. Быстренько собрались в кружок и придумали что-то сногсшибательное. Мне кажется, я снова ошиблась трижды. Посмотрите, какая активность у этой команды. Друга дан. А вот это у нас сегодня какая, пока обещающая. Итак, команды готовы? Команды готовы, Максим? Ну, это очень долго. Итак, на счет три я придумываю название командам сама. Итак, счет пошел. Один, два, три. Итак, ваша команда готова назвать свою команду? Пожалуйста, Вальтер. Команда называется «Звездочки». «Звездочки». Возьми Максим микрофон. Вы придумали название? Да. Пожалуйста. И ваша команда? Мы ученички. 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 Ученики только мягче. Ученики, которые мягче. То есть, вот так. Ученики. Ученички. А, ученички. Итак, команда «Звездочки» ученички. Аплодисменты. И давайте знакомиться с правилами игры. Чуть-чуть поближе, ученички. Экран вам должен был быть виден. Итак, кто из вас запомнил название? Игра называется «Угадайка». Сегодня вы будете только и делать, что угадывать. А что конкретно угадывать, вы видите слева. Вы будете угадывать мелодию, угадывать книгу, кинофильм, шедевр, голос, персону, флаг. И есть у нас вот такая одна темная лошадка. Я хочу вам сказать о том, что сегодня правила все время в каждой категории будут меняться. Поэтому нужно быть очень внимательным. Но сразу скажу, что команда, которая наберет большее количество баллов, та и победила. А общий фонд у нас, Александр Сергеевич? Тысяча пятьсот баллов! И сегодня за нашей игрой и конкретно отслеживанием ваших полученных баллов будет следить креативный консультант лагеря «Орбита» Александр Сергеевич Ковалев. Ну, теперь давайте посмотрим. Команда ученички. Будут получать аплодисменты? Команда «Звездочка»? Не по концу на раунды, а там мы уже посмотрим. Как определять будем, кто начинает? Камень, ножницы, бумага. Ну, вы сейчас опять будете тупить, поэтому мне неинтересно. Хорошо. Тогда... Давайте тогда Вальтер и Максим выходим вперед. Я вас уже так сама по себе назвала капитанами. Можно? Итак, помните, да? Дракон, принцесса и... И рыцарь. Итак, на счет три. А, самурай. Можно. Нет. Движение. Давайте напомним. Принцесса. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Нет. Громко. Громко. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Примерно вот так. Самурай. Ля-ля. Ля-ля. Громко. Ля-ля. Молодец. Ну и, конечно, дракон. Это... Отлично. Итак, на счет три. Каждый из вас показывает нам что-то выбранное. Договорились? И потом уж посмотрим, кто кого есть, любит, увозит и убивает. Мы поиски. Итак, раз, два, три. Да. Подожди. Девушка. Кинжалок. Конечно же, побеждает девушка. И начинает команда ученички. Но помните, прежде чем максимум начинать что-то открывать, внимательно слушаем. И так практически все задания групповые для команды. Поэтому возможно обсуждение и выдача нам определенного ответа. Под каждым номером прячется определенное количество баллов. Все понятно? Сейчас ваша задача определить категорию, номер, а потом мы уже посмотрим, что там и с чем это идёт. Итак, это командная игра. Командная. Настенька, поближе к команде. Вы должны сейчас пообщаться и решить. Итак, пожалуйста, Максим. Угадай кинофильм. Итак, посмотрите. Здесь сейчас появится определенный кадр, по которому вы можете определить название, заработать сразу 40 баллов. Но при условии, если вдруг вы не заработали, вернее не узнали сразу фильм, то вам появляются подсказки. Каждая подсказка будет забирать у вас 10 баллов. То есть если подсказка одна из четырёх, и вы угадали, это 30. Если из трёх это 20. Если из двух это 10. Ну а если вы не угадали из двух, значит вы зарабатываете 0 баллов. Всё понятно? Итак, мы смотрим кадр фильма. Итак, пожалуйста, общаемся, общаемся. Если вы не можете угадать, вы просите нас подсказки. Подсказки. Итак, 40 баллов вам не удалось. Вот у нас есть четыре подсказки. Смотрим на эти четыре подсказки. Подождите, давайте так. Вот так не надо, во-первых. Во-вторых, это команда решила ли ты? Вот давайте определимся. И вот микрофон говорили, Саша. Пожалуйста, Саша, бери микрофон. Мы считаем. Давайте, давайте. Не паникуйте. Давай, Саша. Саша, вызывай. Итак, пожалуйста. Мы решили, это охотники за привидениями. Охотники за привидениями. Итак, давайте смотреть. Охотники за привидениями исчезла? Значит, это не охотники за привидениями. Итак, 30 баллов. У вас осталось 30 баллов. Быстренько, быстренько вместе. Речаем 30 баллов. Ой, простите. 20, 20, да, 20. Итак, 5 секунд. 1, 2. Ну, мы думаем, может быть, это день сурка. Это день сурка? Да. И это правильный ответ. Правильный ответ. И не знаю, что сразу скупался Александр. Итак, команда ученички заработала 20 баллов. Аплодисменты. Очень быстро переходим. Только, пожалуйста, давайте не вот так вот долго договорились. Хотя бы, чтобы это было обсуждение. Пожалуйста. А? Обсудили, пожалуйста. Угадай фильм 3. Угадай фильм 3. Итак, 40. Вы можете встать, как вам удобно. Итак, есть вариант ответа? Пожалуйста, если вы угадываете, это 40 баллов. Итак. Ответ. Это фильм «Аватар». Это фильм «Аватар». И это... Правильный ответ. Молодцы. 40 баллов. Итак, возвращаемся в дом. Максим, вы уже с командой. Максим. Это не индивидуальная игра. Общайтесь вместе. Настя, ты такая станешь, что ты же отличница. Иди туда. Скорей, скорее, скорее. Ко всем. Ко всем. Ну, давайте угадай мелодию 2. Угадай мелодию 2. Ну, а вот теперь тут немножко посложнее. Так как в этой категории у нас разыграет за 30 баллов, то, соответственно, здесь будет звучать 3 мелодии. Каждая мелодия стоит 10 баллов. И вот тот, кто из вас выходит ее угадывать, выбирает себе соперника. Один человек. Один человек. Пожалуйста. Кто идет? Ну, быстрее, 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 быстрее. Итак, Яна, кого ты выбираешь? Его. Его. Это Антон. Все очень просто. Кто узнал, тот меня ударил по руке. Мелодий 3, но ты можешь заработать 30, и ты можешь заработать 30. Каждая мелодия 10 баллов. Все понятно? Поехали. Отходим. Там надо что-то видеть. Итак, поехали. Итак, быстрее. От Волги до Енисея. От Волги до Енисея. Это правильный ответ. Аплодисменты Яне. 10 есть. Поехали дальше. Не стой. Отвечаем. Веркое сердечко. Веркое сердечко. И это неправильный ответ. Но это дискотека Амария. И пока у Яны 10 баллов. Антон, ты здесь? Поехали. Поехали. Третья мелодия. Итак, это была мелодия. Затянулась какой-то там тиной. Бурой. И песня. Бурой тиной. Я была как буратино 300 лет тому назад. Итак, аплодисменты. Яна приносит своей команде 10 баллов. А мы двигаемся дальше. Ваш выбор. Ваш выбор. Ваш выбор. Вы уже готовьтесь заранее, потому что нужно, чтобы это было очень динамично. Угадай шедевр 5. Угадай шедевр 5. Здесь все намного проще. Здесь сейчас появится шедевр, который стоит 20. Если вдруг вы узнаете не только шедевр, но и его автора, вы получаете дополнительный 20. Итак, понятно, да? Пожалуйста. Это ваш вопрос. Это ваш вопрос. Это ваш вопрос. И это? Пожалуйста. Кто отвечает? Картина называется «Девочка на шаре». Автор? Неизвестен. Автор неизвестен. Итак, смотрим на экран. Это действительно «Девочка на шаре». Автор у нас известен, как ни странно. И команда зарабатывает? 20. Не 20, а 10. Совершенно верно. Аплодисменты команде. Поехали, ученички. Яна. Яна, Ваш выбор. Угадай шедевр 7. Угадай шедевр 7. Все точно так же. Итак, пожалуйста. Команда обсуждаем. Команда обсуждаем. 10. 10. Итак, 10 названий. 10 авторов. Автор – Рипин. И картина называется «Иван Грозный со своими сенами». Илья Рипин, Иван Грозный, и его сын Ивана Полисменный. Это 20 баллов. Аплодисменты. Итак, следующее. Пожалуйста. Кто это у нас? Звездочки. Звездочки. Звездочки, пожалуйста. Угадай персону 3. Угадай персону 3. Итак, сейчас все будет так же, как в кинофильме. Появляется портрет человека известнейшего. И если вы сразу угадываете 40, с подсказками все уменьшается. Пожалуйста, смотрим. Итак, пожалуйста. Пожалуйста, команда. Антон, не стесняйся. Подходи. Итак, есть вариант ответа? Подсказки. Требуют подсказки. Сили Берус Коней, Николян Саркази, Джордж Буш Плаши, Нур Султан Назарбаев. Итак, пожалуйста. 30. Ваши 30 баллов. 30. Так, очень быстро. Итак, это? Николю Саркази. Николю Саркази говорит. Альтер? И это правильно! А кто это? Альтер, кто это? Актер? Кто это? Дети, кто-нибудь знает? Молодя! Скажи, пожалуйста, Тимофей, пусть отличникам из 91-й станет стыдно. Это? Президент Франции. Бывший президент Франции. Говорят, что его вчера посадили. Да? Передавали, да. За взятки. Давайте ему скажем. О-ля-ля-ля-ля. Итак, сколько зарабатывает у нас команда? Молодцы. 30 баллов. Молодцы. Пожалуйста. Угадай флаг один. Угадай флаг один. Все точно так же. 40 и по уменьшению. Поехали. Какая же это страна? Пожалуйста. Его уже вступает тоже в игру. Но не думайте, что все так просто. Это один флаг. Это один флаг. Итак, посчитаем до пяти. И этот флаг меня спросили два раза уже. Итак, подсказки. Мы вам даем подсказки. 40 вам уже не удалось. Итак, это Соломоново острова, Фиджи, Папуа, Новая Гвинея или Новая Зеландия? Пожалуйста. 30. Зарабатываем 30. Угадай-ка. Угадай-ка. Что вы думаете, если не знаете? Угадай-ка. Итак, говорим, Яна. Новая Зеландия. Новая Зеландия. 20. 20. Поехали. Даша. Даша. Попуа, Новая Гвинея. Попуа, Новая Гвинея. 10. Итак, вы еще можете заработать. Соломоново острова. Соломоново острова. Новое зло. Аплодисменты. Поехали дальше. Это был флаг Фиджи. Пожалуйста. Звездочки. Угадай мелодию 3. Угадай мелодию 3. И Вальтер выбирает себе соперника. Или ты идешь? Ксюша идет и выбирает себе соперника. Вот как они убирают? Кто слабее, наверное, да? Так убирают? А ты думаешь, Егор слабее? Встаем вот сюда, потому что вот тут вот никто не подсказывает. Итак, 3 мелодии. 10, 10, 10. Кто угадал, своей команде принес. Итак, поехали. Опять. Хорошая мелодия. Мне тоже нравится. Ну, просто можно покачаться. Ну, а что, дети? Бывает такое? Кстати, на эту песню были переделаны слова. Какой песни? От Арки до Василия. Знаешь ее? Итак, теперь микрофон бабкинёшке. Песня бабокнёшке. Аплодисменты. Ксюша, 10 баллов для нас в команде. Егор, не стесняйся. Итак, говорят, жюри говорят, что с зала была подсказка, но и тем более они не знают. Но он, между прочим, напевал просто мелодию. Итак, эта песня. Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркою звездой. Аплодисменты нам. Итак, третья мелодия. Тихо. Увы, синяя эта песня очень часто звучит на дискотеках в нашем лагере. Медленная. Мой рок-н-ролл называется она. Итак, аплодисменты обоим участникам. Синяя приносит копилку своей команде 10 баллов. И выбирает команда ученички, пожалуйста. Угадай шедевр 6. Угадай шедевр 6. Итак, 10-10. Смотрим на экран. Так, полная тишина. Вот, посмотрите, Настя знает. Настя, берем, Настя, бери микрофон. Это? Настя. 40. 40. Настя. Ой, 20, простите. 20. Время. Врачи прилетели. Аплодисменты команде. Звездочки. Отправляется дальше. Угадай флаг 2. Угадай флаг 2. Итак, 40. Вы можете вот так стать поближе. Поближе, поближе. Больше. Итак, подсказки. Берем подсказки. Итак, это Турция, Албания, Марокко или Непал. Пожалуйста. Албания. Албания. Проверяем. И это 30 баллов. Молодцы. Ученички. Пожалуйста, Даша, не тормозим. Даша, не тормозим. Угадай шедевр 4. Угадай шедевр 4. 20, 10, 10. Итак, пожалуйста. Пожалуйста. Александр. Автора мы не знаем. Картина называется «Последний день Помпеи». «Последний день Помпеи». Автор Карл Брюло. 10 баллов. 10 баллов ученички. Пожалуйста, звездочки. Угадай книгу 2. Угадай книгу 2. Итак, вот здесь есть изменения. Сейчас будет не просто книга, а иллюстрация из книги. Чуть-чуть поближе. Вы можете заработать 50 баллов. Если узнаете, да, вместе с именем автора. Итак, вы открываете любой треугольник. И если по каждому из треугольников определяете название, да еще плюс автора, все суммируем. Итак, сейчас у вас есть возможность заработать. То есть, если вы берете 20, то в 30 и 40 мы уже не приходим. Вы помните, да? Итак, 20 и 10. 20. Открываем 20. Давайте, давайте. Итак, у вас есть ответ. Название. Ну, не знаете автора, ничего страшного, когда у вас будет 20 баллов. Итак, поехали. У них есть только название. Капитан Врунгель. Это, говорят дети, приключение капитана Врунгеля. И это действительно так. Единственное, что они не знали автора. И ваша копилка пополняется на 20 баллов. Следующие. Угадай, 4, 3. Угадай, что Геннер, 3. Айвазовский, 9-й балл. Айвазовский, 9-й балл. И это 20 баллов. Молодцы, ученички. Звездочки. Угадай кинофильм, 4. Угадай кинофильм, 4. Итак, нам нужно полное название. Подсказки из зала. Полное название. Полное название. Итак, тот, кто подсказывает из зала, сейчас я у вас отниму бонус. Итак, я считаю это от 3. Если нужна подсказка, давайте подсказки. Итак, нужна подсказка. Будет подсказка. Все, мы даем подсказку, потому что подсказка уже выдана. Посмотрите, тут все сумерки. Поэтому вам нужно... Сумерки, Сага, Рассвет, часть 1. Часть 1. Проверяем. Это правильный ответ. Сколько баллов? Сколько баллов? 30 баллов. Молодцы. Поехали дальше. Угадай шедевр, 8. Угадай шедевр, 8. 10, 10. 10, 10. Это Суриков. Утрострелецкая казнь. Утрострелецкая казнь Суриков. И 20 баллов. Аплодисменты. Продолжаем. Угадай кинофильм, 5. Угадай кинофильм, 5. 40. Нужна подсказка? Нужны подсказки. Поймай меня, если сможешь. Начало, отступники и авиатор. Разыгрываем 30 баллов. Итак, это... Поймай меня, если сможешь. Поймай меня, если сможешь. Аплодисменты. 30 баллов ваши. Угадай шедевр, 2. Ну все, пошли по шедеврам. Ну, кстати, видите... Это Леонардо да Винчи Мона-Лиза. Леонардо да Винчи Мона-Лиза. Аплодисменты. Пожалуйста. Угадай кинофильм, 1. Угадай кинофильм, 1. Итак, считаю до трех. Удаю подсказки. 1, 2, 3. Подсказка. Трепкий орешек. Последний бой скаут. Королевство полной луны. Или шестое чувство. Итак, это... Считаю до трех. Один, два, микрофон. Королевство полной луны. Увы, нет. 20 баллов. Последний бой скаут. Последний бой скаут. 10 баллов. Шестое чувство. Шестое чувство, это правильный ответ. Шестое чувство и 10 баллов. Пожалуйста. Угадай шедевр, 9. Угадай шедевр, 9. И так, считаю до трех. Появляются подсказки. Суриков, девочка с персиками. Девочка с персиками, но не Суриков. Поэтому в вашей копилке 10 баллов. А по несмеху ученичкам. Александр Сергеевич, все фиксируете? Фиксируете. Кстати, проверяющие есть заливки тоже фиксируют? Ну и зря. Итак, поехали. Угадай шедевр, 1. Угадай шедевр, 1. Я не узнал шоколадные конфеты. Итак. Суриков, Шишкин, утро в сосновом бару. Аплодисменты, 20 баллов, 20, 20. Лис, город. Угадай шедевр, 10. Угадай шедевр, 10. Реакция одна и так, не всегда. Итак, пожалуйста, считаем. Это «Купание красного коня», а автор Айвазовский, нет? Ну, ты считаешь, если Айвазовский всегда пишет «Море», значит и здесь будет Айвазовский? Возможно. Это Петро Фоскин, «Купание красного коня». Идя, команда заработала 10 баллов, а мы уже угадали все шедевры и кинофильмы. Ну что ж, поехали дальше. Угадай голос один. Угадай голос один. Вот сейчас, да, будет очень жестко, потому что сейчас вы услышите голос одного из сотрудников лагеря, который вам известен. Но, 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 он будет говорить фразу, ну как вы понимаете, у Александра Сергеевича хорошая аппаратура там, да? И вы знаете, что там, чтобы 40 заработать, нужно узнать такой измененный голос, что просто нереально. Ну и все поубывающее. И если последний вопрос, восклицательный знак, это реальный голос. Все понятно? Итак, ну, я думаю, что стоит начать с 40, лучше потом снижать стоимость. Давайте начнем. Начнем с 40. Итак, это человек, которого в лагере знают. Итак, это говорил Паркачев Павел Иванович. Это неправильный ответ. Слушаем дальше. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Евгения Жданова. Евгения Жданова. И это неправильный ответ. Продолжаем. 20. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Это? Нет, ну не можете угадать 20, берем 10. Нет. Итак, переходим на 10. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Итак, узнали? К сожалению, не узнали. Ну что ж, тогда вам реальный голос слушайте. Быть или не быть, вот в чем вопрос. А теперь узнали? Это говорю я, Бориса Николаевна! Итак, 0-0 баллов зарабатывает команда «Звездочка». Ну давайте, мученички, рискните. Угадайте голос 2. А? Голос 2. Узнай, угадай голос 2. Поехали. 40. У папы была собака, он ее любил. Ирина Владимировна, заместитель директора, но они по крайней мере хотя бы пробуют, да? Ну я думаю, что заслуживает аплодисментов, но это не она. Итак, 30. Слушаем. У папы была собака, он ее любил. Сотрудники лагеря. Итак, 20. Слушаем. У папы была собака, он ее любил. 20. Теперь ответьте хотя бы. У папы была собака, он ее любил. Ну давай, давай. Марина. Марина Александровна Клиникова. Вот она спела. У папы была собака, он ее любил. Да, это был правильный голос, но можно так сказать. Аплодисменты. Поехали. Угадай флаг 3. Угадай флаг 3. 40. А вы думали. Подсказка, Надь. Подсказка. Молдавия, Кипр, Хорватия, Босния и Герцеговина. Итак, вы можете заработать 30 баллов. Мы называем Кипр. Кипр. Увы, 20. Подождите, Душа. Хорватия. Хорватия. 10. Молдавия. Молдавия. Ноль вала. Это флаг Боснии и Герцеговины. Пожалуйста. Угадай голос 3. Слушаем. Берегите природу, мать вашу. Павел Иванович. Павел Иванович, неправильный ответ. Поехали дальше. Пожалуйста. Берегите природу, мать вашу. Павел Иванович. 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 Итак, подсказка из зала. Мы не засчитываем этот ответ. Идите природу, мать вашу. Ну давайте уж будем честными. Крикнула Настя Косолапова дважды, очень громко я слышала. А до вас звук дошел быстрее. Аплодисменты всем. Не засчитываем этот ответ. Поехали. Угадай голос четыре. Угадай голос четыре. Лови, зрыбка, большая и маленькая. Ну, сорок нет. Ковалев. Ковалев Александр Сергеевич неправильно. Лови, зрыбка, большая и маленькая. Итак. Сазонов Максим. Сазонов Максим неправильно. Лови, зрыбка, большая и маленькая. Максим Боженков. Максим Боженков, где правильно. Максима Боженков. Поехали. Лови, зрыбка, большая и маленькая. Пороб! Молодой учитель. Марианн. Марияанн. Они просто не понимают и не знают. Скажи громко. Поробь. Поробь, зumenно. Поробь. Поробь. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Кстати, вот очень многие дети не могут понять, что там ведь очень много подсказок к самой фразе. Вот что больше всего любит Борис Геннадьевич? Что Борис Геннадьевич любит? Ловить рыбу, правильно? Ловить рыбу. Поехали. Ученички? Ученички? Тёмная лошадка. Тёмная лошадка. Итак, посмотрите внимательно. Эта тёмная лошадка может вам принести 50 баллов. Но при условии, что ваша команда выиграет. А задание самое элементарное. Но прежде чем его выполнить, вы ещё должны будете кое-что угадать. Короче, я вас запутала, а задание самое простое. Это поставь стаканчики. Итак, где наш железный стульчик? Вальтер, ну-ка посмотри за. Ну, послушайте, команда. Сейчас вы первые, вы первые. Идите сюда приезжать. Круглые. Что ты с моей сумкой прям вытащил? Вы сейчас первые будете устанавливать стаканчики. Но вы сейчас ещё можете и угадать, заработав плюс 10 баллов. Сколько стаканчиков вашей команде удастся поставить? Вы посовещаетесь? Если ставить как обычно. Сколько хотите. На стул вверх составляя башню. Да, какая тебе разница? 20, максимум 20. Вы не поставите, да. Устанавливается это вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И так далее. Но вот я не стараюсь и тороплюсь. Ну, что-то вот так вот. Вот так вот. Смотри, я уже сюда поставила. Давайте. Максим, поднимай стаканчики. Да, мы с вами будем. Конечно. Итак, первое мы считаем тоже. Итак, пожалуйста, ставки. Вы, кстати, тоже подумайте, потому что вы будете выполнять то же самое. Итак, сколько? Пожалуйста, в микрофон свою ставку. Мы поставим. Поставим 9 стаканчиков. Прекрасно. Сейчас вся команда идёт по стаканчику. Сначала по одному. И друг за другом, устанавливая стаканчики, начиная вниз тебя. Вот отсюда подходя. В зале нельзя дышать, потому что стаканчики очень лёгкие. Настя, начинай. Итак, стаканчик номер 1. Два, руку отпустили, всё. Три. Молодец, Даша. Настоящая эгоистка. Сама поставила, а что сделают дальше? Фиолетово. Скажите спасибо, Даша. Итак, четыре. Молодец. 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 Итак, послушайте, если вдруг сейчас команда соперников поставит меньше, чем шесть, вы зарабатываете пятьдесят. Понятно? Но если они поставят больше и еще угадают свою ставку, они заработают шестьдесят. А если столько же и угадают ставку, тогда десять. Все понятно? А вы тогда ноль. Ну, я так только что придумала. Итак, ну что, посовещались? Ваша ставка? Семь стаканчиков. Семь стаканчиков? Получится у них, как вы думаете? Нет! Какой дед! Дед! Итак, пожалуйста, Катерина. С того концерта какая-то стаканчиков раздам. Стаканчики раздавать с какого концерта? Давай я поднесу микрофон. Держи. Держи. Ну что, поехали. Антон, ты первый, что ли? Антон, что это так тебя оценили? Не очень. Ильюха, давай. Давай. Два стаканчика есть. Катя. Она панси не отпускала от стакана. Вот это Даша Маслова, подручка. Ну, вы не знаете, как это волнительно, особенно на сцене. Итак, команда звездочки, мне даже как-то неловко сказать, поставила два стаканчика и не угадала свою ставку. Команда ученички поставила шесть стаканчиков и не угадала свою ставку и зарабатывает пятьдесят баллов! Даша, отнеси, пожалуйста, стой. Держите, да ладно, не расстраивайтесь. У нас еще есть много голосов, вернее, один. Итак, продолжаем. Сейчас у нас выбираете вы, звездочки. Пожалуйста. Угадай книгу один. Угадай книгу один. Поехали. Итак. Пожалуйста. Нет, ну вы помните, что пятьдесят, возможно, если вы открываете сорок, а называете еще авторы названия. Если вы уходите на двадцать, почему сорок не открывать? Я не понимаю. А почему? Неудобно что? Так вы можете прийти к двадцати. Я, конечно, не понимаю, но смотрите. Двадцати. Двадцать. 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 Иванушка-двадцать. Баба-никан. Итак, у вас есть ответ? Это. Итак, пожалуйста. Я считаю до трех. Один. Не, не надо говорить микрофон. Нельзя. 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 Что Нельзя? Это Нельзя. Это Нельзя. А автор? Автора не знаете? Не помню. Ну давайте посмотрим. Это действительно необыкновенное путешествие «Нельзя» со зикими гусями, но вы зарабатываете всего двадцать баллов. Но все-таки двадцать – это не ноль. Пожалуйста, ученички. Угадай книгу три. Угадай книгу три. Поехали. С чего начнете? Тридцать. 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 Посмотрите, Егор знает. Егор, по-моему, знает. Вы слушаете третий отряд? Они вам приносят очень хорошую информацию. Егор забыл? Посмотрите, там все видно. Все видно, я считаю, до трех. Раз, два, три. Голливер? Приключения Голливера? Голливер там. Авторы знаете? Авторы. Авторы. Авторы не знают сожаления. Итак, давайте посмотрим. Джонатан Свип, путешествие Голливера. Тридцать баллов зарабатывают ученички. Итак, следующее. Следующее. Угадай мелодию один. Угадай мелодию один. Анток, положи, пожалуйста, вот туда. Итак, выбирай соперника. Это Саша. Это Саша. Это Саша. Там же бычек как раз. Саша, ты грубишь, что ли? Нет? А, замечание делаешь. Итак, поехали. Тридцать баллов. Тридцать баллов. Это правильный ответ. Аплодисменты. Поехали дальше. Нет, это неправильный, к сожалению, ответ. Это... И уносит меня, и уносит меня. Аплодисменты, мальчишка. Итак, разыгрываем последние 10 баллов. Такую песню еще не слышала. Там не хочу тебя, олень, а неси меня, олень. Аплодисменты, это был правильный ответ. И здесь 10 баллов приносит Вальтер в своей команде. И Александр тоже приносит 10 баллов. Аплодисменты. Выбираем. Да что ж вы такие трудные, а? Угадай персону один. Угадай персону один. Поехали. Полная тишина. Полная тишина. Подсказки. Квентин Тарантино. Это Квентин Тарантино. Это правильный ответ. 30 баллов приносит команде. Ученички Квентин Тарантино. Угадай мелодию 4. Угадай мелодию 4. Кто идет? Кто идет? Настя. Ксюша выбирает Настю. Ну и что? Они выбрали так. Поехали. Подсказка от команды. Вот теперь скажи команде, что мне подсказывали. Итак, у нас осталось 20 баллов. Продолжаем. Первая была Ксения. Дискотека Варис, Новый год. Это правильный ответ. Настя, давай. Третья мелодия точно твоя. Пока 10. Поехали. Это у нас уже было. Технические неполадки. Я не поняла. У вас что, все гладко? Сейчас я назову. Сказать, у кого сегодня бардак в корпусе. Или не будем? Не будем. Четвертый отряд. Четвертый отряд встаньте, пожалуйста. Итак, почему на момент проверки дети находились в корпусе? Почему разбросаны вещи и еда по палатам? Итак, дети все им скажут. Завтра четвертый отряд проверяем. Пять человек из администрации в ваш корпус. Договорились? Садитесь. Максим Машенков мне продолжить? Да. Продолжить. Хорошо. Максим Машенков. Почему вчера вы покинули территорию лагеря, не будя на выходном? Не предвиденное обстоятельство. А вы предупредили администрацию? Машенков. Да. Положили руки. Итак, кто хочет еще, чтобы я продолжила? Я. Что? Нет, следующее продолжение только за деньги. А что такое? У нас одна сегодня несчастная Торптилио. Поехали. Она тоже была уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет? Это Тимоти? Нет. Это Тимоти. Ну, 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 ну. Итак, принимаем этот ответ? Да. А теперь все вместе поем. Плачут небеса. Кто там поет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это пел Тимоти. Итак, у нас получилось 10 и 10 аплодисменты. Продолжаем. Продолжаем. Технические палатки. Бывает, бывает. Аппаратура, техника, вы сами понимаете. Очень сложная. Тем более такая температура высокая. Итак, продолжим. Поиск всех сигналов. Пожалуйста. Угадай мелодию 5. Да что ж такое-то? Вы же видите, что у нас с угадай-мелодией проблемы. Итак, выбирай жертву. Жертву. Да, девушка, которая прячется. Настенька. Настенька. Итак, ой, простите. Настя пряталась. Но, я думаю, мелодия от нас сейчас тоже будет прятаться. Итак, пробуем. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как так? Как здорово, что все. Нет, пой. Очнется, упал небо. И чего тогда мы чудеса. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Аплодисменты. Давай, 10. 10. Нули. Каждый хочет стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Я согласен, что-то завтра не надо космонавтом. Короче, стать космонавтом. Аплодисменты Казакова. Аплодисменты Казакова. Он в своей команде принес 30 баллов. Продолжаем. Пальзер. Угадай голос. Пять. Угадай голос. Угадай голос. Пять. Итак, слушаем. Сорок. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Так, 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 пожалуйста. Олег Гамолин. Олег Гамолин. Да! Сорок. Закаляйся. Олег Гамолин, давайте его рядом. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Молодцы! 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 Погадали? В каждой фразе была подсказка. Елена Владимировна, почему нашу природу мать любит? Да потому что она учитель биологии. Почему Борис Геннадьевич говорил, ловится рыбка? Потому что он любит рыбу ловить. А почему я говорила, быть или не быть? Потому что я до сих пор не могу понять, быть или не быть. Вот в чем вопрос. А кто там был дальше? А, Марина была. А, ну она просто собак не любит. Говорит, кошек люблю. А кто еще бы не любит? Да, кошек любит! Так, если она не любит, значит не любит. Итак, продолжим. Пожалуйста, команда ученички. Ученички. Давай, угадай персону 2. Угадай персону 2. 40. Майдол Джексон. Есть такой вариант в зале? Итак, считай это 3. 1, 2, подсказка, 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 подсказка. 1, 2, 3. Итак, считаю до 3. 1, 2, 3. Это? Константин Рюков. Каска, подсказка, подсказка. Молодцы. Поехали дальше. Угадай персону 4. Угадай персону 4. Я как-то его знаю. Подсказка. Подсказка. Леонель Мэйси. Видите, предлагают, да. Леонель Мэйси. Сазунто говорит, что это Леонель. Леонель Мэйси. Ты думаешь, что? Да. Мэйси, проверяем. Мэйси. Да, это было смешно. Итак, 20. 20. Мой болт. Болт. 10. 10. 20. Вальтер. 20. Это? Вернандо Алонсо. Увы, нет, это Рафаэль и Наталь. Это, говорят, известный теннисист, спортсмен. Аплодисменты команде. Пожалуйста, ученички. Ученички. Угадай персону 5. Угадай персону 5. Что? Это полная тишина в зале. Кто узнал свою двоюродную тетю молчать? Леди Гага. Леди Гага. Давайте проверим. Это? Это Леди Гага. Без Крима. Ничего себе. Давайте покричим. Молодцы. Молодцы. 50, 40, 40. Да, она заработала 40. Угадай книгу 4. Угадай книгу 4. Поехали. Да, начинайте с 40. Я не знаю почему. Вот скажите, какой смысл 20? Ты же 20 с 7 утром придешь. 40. Не, ну подожди, 40. Вдруг вы по 40 угадаете? Не понимаю. О, видите, как легко. О, видите, как легко. Маугли. Гридья Киплин. Обалдеть. И это у нас получается 50 баллов. 50 баллов. Аплодисменты. Угадай книгу 5. Угадай книгу 5. Поехали. 40. 40. И так, полная пищина. Почитаю до 3. Сейчас будет подсказка из зала. Я дуну ваш ответ. Раз. Это, Чиполина. Включение Чиполина. Аптор. Ой, какой позор. Ой, я этого не слышу. Конечно же, Джанни Родари аплодисменты. 40 баллов. Угадай флаг 4. Угадай флаг 4. Российская федерация. Есть варианты из зала? Подсказка. Подсказка. Гондурас, Сальвадор, Аргентина, Перо. Да угадывайте. Это же угадайка. Гондурас. Гондурас. Аплодисменты. Гондурас. И сколько пинцы. Ну что ж, остался совершенно последний. И право? У кого? У кого? Мне кажется, здесь не будет правильным. Они так его отгадывают, как сами. Скорость тут не должна быть. На один точь получается. Ну, давайте так. Вот сейчас последний флаг появится. Тогда определяем, какая из команд. Какая из команд первая поднимает руку. Определяем, а уже потом смотрим. А потом уже, да, по порядку смотрим, кто, как, что. Итак. Ань. Есть кто такой подсказок? Нет, подождите. Ты говоришь, я говорю, неправильно. Он говорит, я говорю, неправильно. Появляются подсказки и потом... Вы хотите сразу с подсказками? Нет. Итак, поехали. А вот с подсказками начинается на скорость. Правильно я поняла? Итак, с подсказками начинается на скорость. Подсказки включаем или нет? Или ты говоришь? Давай. Это? Подсказки. Подсказки. Итак, на скорость. Нет. Камерун это больше Чад. Республика Чад. Там написано. Танзания, Буркина-Хаса, Камерун и Республика Чад. Камерун. Камерун. Поехали. Буркина-Хаса. Буркина-Хаса. Танзания. Танзания, но это всего 10. Правильно я понимаю? Ты. Ну а теперь самый главный момент. Вот кто-нибудь из вас знает, кто победил? Нет. Александр Сергеевич. Я лично вообще не знаю, потому что здесь счет шел на баллы. Но Александру Сергеевичу все верят в этом зале? Да. Знаете, кто ему не верит? Нет. Победил. Ну и зря. Итак, посмотрите. Все по-честному. Можно я нашим покажу? Посмотрите. Вот. Нет, нет. А, я очень быстро покажу. Я очень быстро покажу. Вот посмотрите. Он фиксировал каждый, каждый этот ответ. Посмотрите. Он фиксировал каждый. Ахлопы в Ковалеве в Республике. Каждый. Фиксировал. Ну и я так понимаю, он даже без калькулятора. Сработал без калькулятора. Итак, слушаем внимательно. Это звездочки, а это ученички. Александр Сергеевич, барабанная дробь. Вообще было очень интересно. Сначала вперед вырвалась команда звездочки. И лидировала со счетом, страшно подумать, 170-90. Затем внезапно, она мне ответила три раза. Тут еще команда ученички выиграла темную лошадку и сократила разрыв. Затем усилиями Максима Казакова команда вырвалась вперед. Счет был 320 на 310. Затем была Леди Гака, которой они угадали 40 баллов, получили и оторвались еще больше. Но затем команда звездочки открыла Маугли, назвала Леди Гаккиплинга и получила 50 баллов. И все решал, вот не поверите, все решал последний вопрос. И со счетом 430-400 победила команда ученички. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, я не знаю, как так получилось, наверно просто в стаканчики и помогли. Значит, ваша задача тренироваться за стаканчиками. Аплодисменты. Все, кто участвовал, я, конечно, вручаю сладкий приз. Аплодируем, аплодируем. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. Тихо, 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 есть, 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 держи, 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 держи. Казаков не закрыл, все, просто казаков тебе не хватило, я сказала, что она случайно оказалась здесь. Держи. И давайте поаплодируем всем, 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 твоей командой победителей. Идите сюда и отставайте. Те, кто остался в зале, они аплодируют. У нас очень благодарные дети. Вам вручаем ручку, символом нашего лагеря Орбита. Она вам принесет удачу. На контроле поработает. Даша. Молодцы, что скажешь. Ну, небольшой отрыв. Чупик хочешь? Не знаю я. Вот так у меня... Это ты Андрина Владимировна посчитала. Нет, он здесь. Верни. Максим, разверну. Максим, возьми микрофон.